Добрый вечер! Это, наверное, национальное свойство характера верить в то, что вот-вот еще немного и обязательно будет лучше. Кто-то скажет наивно или легковерно, а как объяснить тот факт, что именно сегодня, 30 января, наши предки праздновали День Деда Мороза и Снегурочки. Этот праздник символизировал скорое окончание зимы. За ним уже была не с горами широкая и щедрая Масленица. У нас-то в январе. Но я за оптимизм. Могло быть хуже, а лучше будет ли? Посмотрим. На Вете вечерний вестник. С вами Станислав Уланов. Вот главная тема выпуска. Лицензия на управление. Управляющие компании Пермского края, не получившие лицензию до 1 мая, должны будут прекратить работу. Как суд идет? Итоги работы подвели в Краевом суде. Планы на будущее. У Пермского края они уже утверждены. Все, как полагается. Все по уставу. Ансамбль казачьей песни «Казаки прикамские». С прицелом на будущее. В Перми прошел фестиваль роботов. Возможности усилить конкурентоспособность нашей экономики сильно ограничены внешнеполитическими факторами. Какой же из имеющихся в наличии вариантов выбирают власти? Антикризисный план правительства, который, напомню, утвержден Дмитрием Медведевым 27 января, прокомментировал сенатор от Пермского края Андрей Климов. Нынешний кризис – это не что-то совсем новое. Вот если кто вспомнит, в 2009-2010 году многие, не только эксперты, но и правительственные чиновники говорили о том, что это просто первая волна этого кризиса. Прошла будет и вторая волна. Вторая волна совпала с падением цен на нефть. Она совпала также с санкционной политикой западных государств. И она совпала с целым рядом объективных трудностей, которые накопились к этому моменту у нас в стране. Ну, в частности, у нас отрыв темпов роста доходов населения от роста производительности труда, к сожалению, накапливался. Об этом говорилось. С этим боролись. Но вот особенно из-за потребительского кредита, из-за целого ряда других, так сказать, вот причин, получился этот большой отрыв. Так что, как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, выступая буквально вчера перед нашими губернаторами и руководителями региональных парламентов, не надо все сваливать, значит, на наши обстоятельства внешние, потому что много из того, что происходит и что возмущает граждан, это местное творчество. Но когда цены на капусту подпрыгивают или когда, допустим, сахар неожиданно дорожает, это все, конечно, требует работы такой адресной. Поэтому эту программу можно, значит, представить и в региональном аспекте. То есть, она касается каждого региона. Пермский край тоже обязан в ближайшее время такую сбалансированную программу сделать не от ложных мер, среднесрочных мер и стратегических мер по изменению структуры экономики. Развернутое интервью с Андреем Климовым смотрите на Ветте утром 2 февраля. Тем временем, план мероприятий по обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы в Пермском крае утвердил губернатор Виктор Басаргин. Распоряжением губернатора создана краевая комиссия, которая до 15 февраля расширит региональный план первоочередных мер с опорой на федеральную программу. Глава региона принял участие в совещаниях, которые провели президент России Владимир Путин и премьер федерального правительства Дмитрий Медведев. Обсуждалась реализация федерального антикризисного плана на местах. Так, Пермский край активно включился в программы импортозамещения и в промышленности, и в сельхозпроизводстве. Здесь крайне полезен формат Совета промышленных директоров при губернаторе, создание которого Виктор Басаргин инициировал еще год назад. Решения принимаются совместно с руководителями предприятий. Одна из ключевых мер, которую губернатор определил для исполнения по всей вертикали власти от отраслевых министерств до органов местного самоуправления снижение административной нагрузки. Общая задача упростить жизнь бизнеса. Будут максимально задействованы ресурсы таких инструментов, как Пермский фонд развития предпринимательства и региональный гарантийный фонд. Одна из приоритетных задач также сохранение паритета спроса и предложений на рынке труда. В Пермский край поступят средства на реализацию программ по снижению напряженности на рынке труда. Федерация запланировала 80 миллиардов рублей для регионов. Лекарственное обеспечение еще одна жизненно важная тема. Минздраву Пермского края губернаторам дан ряд поручений по организации тщательного контроля за ситуацией и своевременного обеспечения льготников и медицинских учреждений медикаментами. Всем функциональным целевым блокам правительства Пермского края поручено сконцентрировать ресурсы управлениях и оптимизировать расходы на 10%. При этом социальные статьи бюджета абсолютно защищены. В созданной краевой комиссии по мониторингу и стабилизации социально-экономического положения поставлена задача держать руку на пульсе и оперативно реагировать на любые изменения экономической ситуации, подчеркивает Виктор Басаргин. Независимый инструмент защиты прав и интересов. Судебная система. В Пермском краевом суде прошло совещание по итогам работы судов Пермского края за 2014 год. Подробности у Александра Камского. В 2014 году за защитой своих законных интересов в суды и к мировым судям обратился каждый третий житель при Каме, тогда как средняя цифра по России каждый пятый. Суды Пермского края подводят итоги работы за год. Уровень правовой культуры жителей Пермского края очень высок на сегодняшний день. Очень высок. Это уже стали обращать на это внимание, что наши люди разбираются во многом. Это свидетельствует и о росте доверия граждан к судебной системе в целом. Общее количество рассмотренных дел всеми судами Пермского края выросло по сравнению с предыдущим годом на 10%. К слову, во многомиллионной Москве дел рассмотрено всего на четверть больше, чем в нашем регионе. Если мы рассмотрели почти 800 тысяч дел, из них всего 20 тысяч уголовных видов. А остальное все это гражданско-правовые отношения. То есть люди идут в суды по разным абсолютно основаниям. И слава Богу начинается реализовываться вот этот принцип. Все, что можно, так сказать, решить, это можно решить в суде. Львиная доля гражданских дел приходится на дела взыскания заработной платы, коммунальных платежей и налогов и сборов. А вот по административным делам, связанным с нарушением правил дорожного движения и в частности с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения наблюдается снижение. Кстати, напомним, что с 1 июля 2015 года вводится уголовная ответственность за повторное подобное нарушение. Суды развиваются вместе со страной. Появляются новые экономические отношения банки, новые экономические отношения в свете работы, заработной платы, в сфере коммерции, рынков. Это все начинает работать на суды. Будет очень сложно, будет очень непросто. И очень тяжело до нас. Видели, какая нагрузка. Но законодатель, уже прекрасно понимая, что такая нагрузка идет, уже принимает первые шаги. Нынешняя экономическая ситуация сулит дополнительную нагрузку и на судебную систему. Но и тут приходят на помощь современные технологии. В практику судебных заседаний активно внедряется система видеоконференц-связи. И здесь Пермский край опережает, например, ту же Германию. А также еще до конца года обещают повсеместно внедрить обязательное введение аудиопротоколов, что существенно повысит качество судебных решений. Александр Камский, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». По поручению губернатора Виктора Басаргина правительство края стремится навести порядок в сфере ЖКХ. На рынке управления жилым фондом должны остаться лишь те управляющие организации, которые будут добросовестно выполнять свои обязанности. С целью определить таковые в регионе вводится система лицензирования управляющих компаний. 19 января в инспекцию Государственного жилищного надзора Пермского края поступила первая заявка на получение лицензии. За месяц до этого надзорный орган стал принимать квалификационный экзамен у руководителей управляющих компаний. Получение аттестата является одним из ключевых требований для выдачи лицензии. Без нее управляющие организации не смогут вести деятельность уже с 1 мая текущего года. Если же такие смельчаки найдутся, то к ним будут применяться меры административного воздействия в виде штрафа до 250 тысяч рублей. А вот решение о выдаче или не выдаче лицензии принимает специально созданная профильным министерством комиссия. Что касается деятельности комиссии, она максимально открыта. Это требования законодательства. Все решения ее опубликованы и все соответственно документы, которыми руководствуется комиссия. Любой участник имеет право протестовать действия этой комиссии. Где? Соответственно в судах Российской Федерации и это все отрегулировано. На сегодняшний день по поручению губернатора Виктора Басаргина предпринят ряд мер для организации прозрачности работы управляющих компаний, в рамках которых уже создан краевой расчетно-кассовый центр, где происходит расщепление платежей и средства жителей на оплату коммунальных услуг поступают сразу предприятиям. Кроме того, в этом году начинает работать сайт электронная ЖКХ, где будет собрана вся важнейшая информация по каждому многоквартирному дому. И очередным шагом к открытости всей системы коммунальных услуг станет лицензирование управляющих компаний. Первые лицензии инспекция планирует выдать в начале марта, а жители всю информацию о лицензировании могут отследить на сайте ведомства в разделе лицензирования. На сегодняшний день заявление поступило на сдачу квалификационного экзамена 417. 324 человека уже успешно сдали экзамен. Я призываю руководителей управляющих компаний, которые намерены получать лицензию, успеть получить лицензию до указанного срока, побеспокоиться о своевременной сдаче экзамена. Состояние системы здравоохранения Пермского края проверили эксперты Общероссийского народного фронта. Фронтовики обратили внимание на медико-демографические показатели в регионе. Согласно статистике, в структуре смертности в крае на первом месте болезни системы кровообращения, на втором новообразовании и на третьем так называемые внешние причины смерти, включая алкогольное отравление. Детальный анализ показателей должен помочь в решении проблем, с которыми сталкиваются медицинские учреждения. Тем более, есть примеры успешного решения задач здравоохранения. Хорошая динамика в медико-демографических показателях. Растет рождаемость, снижается смертность в общем-то по всем основным причинам смертности. Информатизация проведена не на бумажке. Информатизация проводится в целом так, как она должна проводиться. Мы, в общем-то, даже из Москвы смогли записаться к врачам-специалистам здесь, в Перми. И, в общем-то, без очереди, а практически на следующий день. Задачи остаются прежними. Это укрепление состояния здоровья и снижение показателей смертности населения. Это первая. Вторая задача это эффективное обеспечение льготным лекарственным обеспечением. Это тоже очень серьезная задача. И третья это профилактика. Профилактика заболеваний. То, что год объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как нельзя, лучше вписывается вообще в всю идеологию профилактики заболеваний. Данные мониторинга по состоянию медицины в крае будут обсуждаться наряду с общероссийскими вопросами в июне на московском форуме ОНФ по здравоохранению. По его итогам будут определены наиболее сложные моменты, намечены пути их решения и принята развернутая программа. Четвертый антимонопольный пакет, который планируют принять уже весной, призван снять избыточную нагрузку с бизнеса. Обсудить новшества в антимонопольном законодательстве в Перми собрались представители различных ведомств, в том числе и разработчики проекта. Представитель бизнеса и власти на одной площадке в Пермском крае. Антимонопольные встречи на высшем уровне проводятся ежегодно, но всегда проходили в Москве. И впервые представители федеральной службы, судейской системы, бизнеса и некоммерческих организаций для обмена опытом и мнениями приехали в регион. Мы хотели бы, чтобы была возможность услышать мнение коллег и предоставить, если позволите, такую, на мой взгляд, уникальную тоже возможность коллегам из Москвы, в том числе из Центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы, представить свое видение того, как оно развивается в антимонопольном законодательстве, как оно будет развиваться в ближайшие годы. Вы знаете, власти других регионов ставят в пример Пенский край как раз по вопросам ценообразования и по отдельным продуктам питания указывают на то, что у нас идет не то, что увеличение или небольшое, у нас идет даже снижение определенных цен на ряд продуктов. Проблемы в нашем регионе практически те же, что и везде, утверждает заместитель и руководитель ФАС России Андрей Цыганов. В первую очередь территориальное управление обращает внимание на деятельность представителей естественных монополий. В то же время Пермский край имеет ряд особенностей. К примеру, целый ряд продуктов мы не можем произвести в силу климатических условий и поэтому вынуждены их возить из других регионов или из-за границы. Ввоз продуктов питания достаточно велик и поэтому очень важно нашему территориальному управлению в частности и мы ему такие поручения даем смотреть за продовольственными цепочками за тем, откуда и по какой цене те или иные группы продуктов питания ввозятся на территорию Пермского края. Кроме того, на территории Прикамья сформирован большой оборонный кластер. С 1 января текущего года федеральная антимонопольная служба получила возможность осуществлять контроль и в этой области. Кроме того, представители антимонопольной службы в целях развития конкуренции предлагают сократить присутствие государственных и муниципальных предприятий на рынке, в частности на рынке пассажирских перевозок. К примеру, если есть представители бизнеса, желающие осуществлять эту деятельность, то на создание ГУПа или МУПа необходимо будет получить разрешение в антимонопольном органе. Данная норма должна войти в четвертый антимонопольный пакет, который в ближайшее время поступит в Госдуму. Безусловно, закон строго обязательный характер будет иметь и в условиях современной ситуации мы рассчитываем, что он будет принят весной. То есть сейчас идут проработка основных положений с заинтересованными федеральными органами. Мы, конечно, обсуждаем это и с представителями потребителей, с представителями бизнес-сообщества и по планам работы правительства, по планам работы Государственной Думы это февраль-март, когда он должен обсуждаться уже в Думе и, соответственно, очень рассчитываем, что там тоже будет проходить все достаточно быстро. Принятие закона позволит снять нагрузку на бизнес, уверены в ФАС. Предполагается, что предприятие получит некий антимонопольный иммунитет, если имеют долю на рынке не превышающую 35%. Антимонопольный пакет также предусматривает защиту непосредственно потребителя. Если он приобрел товар или услугу по завышенной стоимости, то впоследствии сможет получить компенсацию от 1 до 15% от потраченной суммы. Ритис Бараускас, Владислав Рашидов, телекомпания ВЕТТО. В начале января в рамках выставки ЦЭС гендиректор Интел Брайан Гржанич предложил заглянуть в будущее. Ближайшее, отдаленное и пока бессрочное. Очертания компьютера будущего. Искусственный интеллект внутри, голографический дисплей снаружи, полностью голосовое и жестовое управление, интерфейс, смешение настоящей реальности с цифровой. Между тем, бельгийские ученые утверждают, уже через 20 лет в Европе такие профессии, как менеджер по продажам, юрист или кредитный аналитик, станут неактуальны, поскольку их полностью заменят роботы. Грозит ли восстание машин нашей стране? В Перми проходит «Робофест Урал-2015». Открытый окружной фестиваль по робототехнике «Робофест Урал» привлек более 400 участников. Похоже, именно эти дети в ближайшем будущем будут формировать настоящие края. Как ни крути, а именно робототехника должна будет двигать вперед экономику страны и региона. Пока же в зале спорткомплекса имени Сухарева были представлены скорее игрушки, чем серьезные машины. Есть творческая номинация, где дети составляют проекты, которые там только своя фантазия ограничена. И есть соревновательные. Что касается творческого направления, есть интересный проект. Например, робот играет с человеком в крестики-нолики. Или робот-модель ядерного реактора. То есть, это не только безделушки, которые просто играют. Это на самом деле серьезный достаточно проект с точки зрения и конструирования, и программирования. В рамках фестиваля состоялись соревнования по робототехнике, выставка творческих моделей роботов фристайл, организована работа интерактивных площадок, на которых зрители и участники познакомились с бизнес-проектами робототехники. Следует отметить, что увлечение требует определенных затрат. Так, стоимость комплекта для сборки превышает 40 тысяч рублей. С учетом роста валюты, затраты в будущем возрастут. И все же, по мнению специалистов, при Камье сейчас наблюдается бум увлечения робототехникой. Как было заявлено на научной конференции в ходе фестиваля, игра на нынешнем уровне должна привести ребят в серьезную профессию. В России надо, значит, чтобы развивалось машиностроение, были инженерные профессии и так далее. Сейчас весь финансовый вектор меняется в эту сторону, сокращается бюджетное финансирование по гуманитарным профессиям. А как сейчас весь маховик российского образования Пермского, Кировском районе и так далее, развернуть теперь в сторону индустриальных и технологических профессий. Вот мы как раз в робототехнике это увидели. Робофест Урала является отборочным этапом на седьмой Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль. На подобных форумах пермяки уже сумели себя хорошо зарекомендовать. Среди призеров были школьники 135-й школы, ребята из Паласны. Пожелаем и нынешним победителям достойно представить край летом в Москве. Андрей Вылежнев, Ярослав Алакин, телекомпания ВЕТТА. Знаете, мы рождены не для прогулок по паркам и не для сидения на мягких диванных подушках. Нашей священной миссией всегда были сражения за родную землю в бескрайних степях, в лесах, в болотах, под палящим солнцем и проливным дождем. Нашим приютом чаще всего были горящие костры и наспех построенные шалаши. Таков наш удел, таковым ему оставаться вовеки. Это атаман Платов о казаках. Вот и мы о них, кстати. О казаках, любовь, Россия! О казаках, любовь, Россия! О казаках, красивее казах! Эх, Люба, братцы Люба! Ансамбль казачьей песни в Перми появился сравнительно недавно, пять лет назад. Сейчас в его составе десять исполнителей. Впрочем, казаки-прикамские всегда открыты новым талантом. Мы принимаем всех, кто умеет слышать, видеть, умеет любить песню казачью. В общем, всех людей, которые приветствуют именно такой жанр. Костюмы строго по уставу. Это традиционная форма уральских казаков. Нашивки, эмблемы у каждого войска свои. Но цвет обязательно синий. А лампасы красные и широкие, ведь это символ неуемной казачьей свободы. А вот для женщин в ансамбле в этом смысле настоящая вольница. Девушки у нас свободные граждане. Они ищут на свое усмотрение похожие на традиционные девичьи костюмы, которые приняты в казачестве. Там юбки, красочные кофточки, ленточки. Москва, Киров гастрольный график казаков-прикамских насыщен, но по их собственному признанию нигде не встречают их так, как в родной Перми. Валерия Ермакова, Ярослав Алакин, телекомпания Ветта. На этом пока все, но не переключайтесь. После Вечернего Вестника наветьте программа «Пудра» и «Какие наши годы?» Год 1962-й. Следующий выпуск Вечернего Вестника смотрите в 21 час. С вами Станислав Уланов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok